Шанс. Там-де-ты. Слот-Сити. Конец тебе, Байден. Отряды Путина решили уничтожить доллары. Это конец монополии доллара. Тайный бронепоезд Путина. Россиянка спела для Пригожина. И это просто ужас. Тварь ты гилит человек. Ты поймешь под пулей звон. Обыски в доме у главы Вагнера. Белгородцев используют как живой щит. Поздравляю. Наши враги добьются той цели, которую преследуют. Отряды Путина опять вышли на охоту. Конец тебе, Байден. Байден, сколько раз ты уже пожалел о том разговоре с Путиным в 2011 году? Сегодня страны БРИКС организовывают новую валюту, обеспеченную золотом. Это конец монополии доллара. И начало нашего лечения деменции. Мы предлагаем провести этот исторический саммит в Краснодаре. Байден, монополия твоя закончилась. Ой, ребят, подождите. Лобстера в дорожку возьмите. Нищеброды вонючие. Мы предлагаем и биржу организовать в Краснодаре. У нас прекрасная инфраструктура, прекрасный климат. Всего достаточно. А главное море рядом. Приезжай, Байден. Отряды Путина на все готовы? А у тебя там чего есть? Ну, прям реально на все. Это будет и в отряды Путина. Вам помогут во всем продвигать на бирже все абсолютно положительные дела. А Краснодар – это самый быстро развивающийся город в Европе. Об этом известно всем. Город в Европе? Ох и хитрые эти маразматички. Я думаю, что в следующий раз бабули Путина попросятся сразу в Евросоюз. Но не в Гонконге же ее ставить. Не в Гонконге, конечно. В Гаге. Друзья, за полтора года Соловьев, кажется, прошел самый быстрый этап эволюции. От обезьяны к более умной обезьяне. Украина там существует 31 год. Ну и не будет существовать больше. Что, мы хотим, чтобы они вышли сейчас на границу к Луганской области, а мы разведем руками и скажем, ну, окружили мы должны были отойти? То есть это что? Поздравляю, Володя, остался последний этап. Признать, что Путин это хуйня. И, наконец-то, получить свой банан. Уже две недели Путин пытается объяснить россиянам, что все супер и им на него не наплевать. Все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом, фронтом против попытки вооруженного мятежа. А у его дружочка Пригожина, которому Путин сам признался, что выделил сотни миллиардов рублей россиян, и более того решил почему-то об этом пожаловаться? Только с мая 22-го года по май 23-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компанию «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Мы же вместе воровали. Как ты мог? Я думаю, что Путин сейчас бы заплакал. Короче говоря, по итогу Пригожина проводит обыски. И что якобы нашли в его доме? Давайте посмотрим. Пачки долларов, золото, оружие, кучу каких-то орденов. Думаю, их Пригожин мог тупо украсть у ветерана. Сауна, джакузи, бассейн. Кстати, обратите внимание, бассейн с горочкой, судя по размерам, горочка для Путина и Медведева. Эх, были времена. Ну и, конечно, все остальное тоже в вензелях, жлобское, страшное, собственно, как и сам Пригожин. Честно, я даже не помню, где я видел последний раз вот такое убожество. Нет, помню. В специальном бронепоезде Путина. Бункерному реально сделали бункерный поезд. И посмотрите, что в нем находится. Тренажерный зал, 7-метровый стол, ну, видимо, для особо больных гостей. Косметический салон, чтобы контролировать уровень ботокса, очевидно. И, конечно же, массажный стол, чтобы закрываться там с Патрушевым, когда поезд отправится в далекое и, наверное, последнее свое путешествие в Сибирь. Друзья, если вы не планировали закрываться в массажном кабинете с Путиным и Патрушевым, не забудьте на канал Грощи подписаться, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И напишите в комментариях, как вам обыски в доме привожены. Ой, друзья, сейчас будет моя одна из самых любимых рубрик. Русские против войны. Ночью поступил приказ, вылетаем в тот же час. О, боже, мои глаза. Как это развидеть? Значит, где-то есть проблема, чаяна не в первый раз. Не в первый раз ты осталась дома с водкой. Наедине. Там, где не пройдут войска, путь проложат ЧВК. Ой, что же это за ЧВК? Даже не представляю. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Только скинь координаты, сразу вынеси врага. Была проявлена высочайшая консолидация общества. Тварь ты или человек, ты поймешь под пулей звон. Тварь или человек? Ну, глядя на нее, конечно, человек. Три гранаты на жилете для врага и для себя. Да тут можно и без второй гранаты. Ты просто не закусывай дня два. Российский ОМОН, который попался, когда Пригожин шел на Москву и спрятался глубоко-глубоко под кровать, решил выгнать людей прямо из больницы во время операции. Это зона особого режима, это сационар. Мы режим, мы больные. Вы понимаете, что мы режим. Вы будете ожидать сопротивление, но мы применена физическая сила. Плохо. Клиника затрывается, либо сонталь летает. Как чувствуете себя, доктор? Мне плохо, мне прямо сейчас вырезают аппендицит. Только аппендицит? Тогда валите отсюда, домой. Просто ножнички протрете и вечером сами закончите. Да, друзья, такое можно увидеть только в России. Работа такая у нас в Балаклаве, чтобы никто не узнал. Вытаскивать пенсионерку прямо с больницы на улицу. И чтобы было, если бы вы не сделали то, что вы сделали. Вы давали согласие какое-то на то, чтобы вас вывозили из больницы? Нет. А под каким предлогом они вас вывезли? Под предпроком каких-то статей, я не знаю. Почему они вас на улице оставили? Я не могу ответить на вашу вопрос. Я не получила ответа на эти вопросы. Эй, ты все пропустила. Ответы давно уже дали. Всегда и везде происходит одно и то же. Самый грустный губернатор России Гладков, губернатор Белогородской области, объяснил, почему россиян не эвакуируют из приграничных зон. Принимайте. С точки зрения стратегии ответ простой. Если не будем восстанавливать, значит наши враги добьются той цели, которую преследуют. Вытеснить с нашей территории, испугать, чтобы мы бросили свою родную землю, свои дома и ушли с территории. А мы так делать не будем. Мы же не в Мариуполе, Херсоне или Бахмуте. Мы русские. Мы остаемся дома. И создать территорию зону. Мы не можем и не допустим этого. Успехов белогородцы. Так прикрываться откровенно живым щитом еще никто не умел. Хотел бы обратиться к мистеру Зеленскому. Вы не могли бы повлиять каким-то образом на ситуацию. У нас нету больше ни на кого надежды, кроме как на вас. Ну и, конечно, привет вам от Легиона Свободы России. Пишут люди. Я живу в Белгородской области. Вы здесь надолго. Пожалуйста, мы готовы перебегать границу. Мы за вас. Вот у нас более 3,5 тысяч домов и квартир пострадало в прошлом году. И порядка 30 повторных разрушений или попаданий. Поэтому вот вам и цифры. Поэтому я уверен, что мы поступаем абсолютно правильно. Конечно, правильно. От спецоперации за три дня до... Наши дома разрушены. Но мы поступаем правильно. Не прошло и полтора года. Будьте как Гладков. Надо просто мыслить позитивно.